Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова. Я руководитель нашего агентства по делам иностранца в Испании. Сегодня у меня в гостях представитель бизнес-школы в Барселоне. Школа называется ESA. Юлия, исправьте меня, как правильно произносить? ESA. Потому что мы уже как испанцы, как видим, так и читаем. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы, на вопросы наших подписчиков. Мы наконец-то начинаем коллаборацию с бизнес-школами и рады предложить нашим клиентам новые направления. Юлия, расскажите, пожалуйста, немного об истории школы. Как зародилась она? Сколько лет уже существует? Да, Виктория, спасибо, во-первых, что вы тоже пригласили. Всем добрый день. Да, немного про школу. Наша школа называется ESA, International Business School. Мы находимся в Барселоне, в живописном и очень красивом районе Тедральвес. Приглашаю вас в гости также, Виктория. Скоро приедем. Да, немного про школу. На самом деле уже более 30 лет история школа ESA с 1989 года. Это семейный бизнес. Его открыл Хорхе Эстера. Он был преподавателем, профессором и, в общем-то, собрал свой круг друзей, коллег и открыл бизнес-школу. И начиналась она как международная бизнес-школа. Она была с самого первого дня. Все обучение на английском языке. И многие годы первые у нас были только программы бакалавриата. Да. И далее у нас добавилось сотрудничество с английскими университетами. И мы делали такой exchange. Да. То есть год можно было проучиться в Westminster University в Великобритании. Вот. И сейчас очень кратко рассказываю. Да. Да. История, я понимаю, за 30 лет было много чего интересного, о чем стоит упомянуть. Да. Ну, я уточнила, да, что это именно семейный бизнес. Сейчас школой занимаются дети Хорхе. Это Карлота и Джорди Эстера, брат и сестра. И, в общем-то, они два директора. И они уже добавили больше инноваций в школу, когда подхватили, да, руководство. И уже добавились программы MBA, магистратуры. И по сей день постоянно, что-то у нас новое приходит, добавляется, новые программы, новые воркшопы и так далее. А в двух словах о вашей миссии. В чем состоит ваша миссия? Ну, конечно же, постоянно развиваться. Непрерывное развитие. Непрерывная инновация. Да. Нам нужно идти много со временем. Нужно стараться немножко опережать даже тренды. Это особенно, опять же, касается образования. Потому что, знаете, когда студенты учатся, допустим, даже магистратура у нас один год, да, может так получиться, что через год, когда ты выпустился, те знания, которые ты получил, они нерелевантны с учетом того, как быстро сейчас меняется и как прогресс движется. Поэтому мы стараемся, вот этот вот наш, как сказать, такой небольшой коллектив наш, да, и вот эта вот взаимоподдержка, они нам позволяют быстро подхватывать эти тренды и постоянно вносить инновации. А также чувствуется, что каждый может, у нас есть наше мото, да, это making impact. Да, ваш слоган, да. Наш слоган, да. То есть каждый, мы чувствуем, что everyone can make an impact. Да. Каждый день, когда мы приходим на работу, мы понимаем, что вот наши действия ежедневные, они там через неделю, я вижу, что они уже повлияли, да, сделать больше импакт. Это вот действительно так. Это вот я чувствую. То есть не на ежемесячной даже основе, а на еженедельной. Да, и в целом, буквально, тоже вчера читала интересную статью про то, что сейчас уже деньги в современном мире не становятся мерилом успеха или чего-то. Когда ты ищешь коллектив или университет, ты смотришь больше на вот именно impact, да. Какое влияние, что ты, чем ты можешь быть полезен миру, как ты можешь изменить его к лучшему. И поэтому, когда ученики выбирают школу, абсолютно верно, что часто выбирают именно по тому, что конкретно этот коллектив, эта школа дает миру. Какой их этот impact. Супер. Это очень отзывается. У нас миссия – это свобода выбора. Свобода выбора для иностранцев. Выбирать страну для жизни и сделать ее максимально, и сделать жизнь здесь максимально простой. Выбирать школу, выбирать программу, чтобы с нашей помощью они могли свободно делать осознанный выбор. У нас тоже миссия прописана, и каждая из нашей команды ежедневно о ней вспоминает, потому что, когда мы общаемся с клиентом, мы прежде всего думаем о том, как помочь сделать вот тот важный выбор, от которого на самом деле может зависеть дальнейшая судьба человека. Потому что выбрав неправильный город, школу, образование, направление какое-то, ты сворачиваешь на долгое время в другую сторону. И неизвестно, вернешься ты на свою дорожку или нет. Я абсолютно с вами согласна. Здорово, что у нас есть вот это вот… Да, коннект. Так говорить, да. Действительно, каждый наш выбор определяет путь, как бы, да, дальнейший. Ну, мы можем постоянно делать этот выбор, да, то есть не туда свернули, да, но это важно. Делать выбор – это важно. Также подойти ответственно к этому выбору, да, потому что есть некоторые, которые… А, на овощ, как пойдет, да. Не знаю, сейчас это уже так не работает. Вот. С такой конкуренцией, да, нужно делать осознанный выбор, потому что сейчас молодое подрастающее поколение, есть возможность учиться. Если вы не получили должное образование, к сожалению, сложно найти свое место под солнцем Испании. Юлия, какие программы помогают вашим студентам достичь тех целей, о которых мы сейчас говорим? Иметь современные навыки, быть востребованным на рынке труда, либо иметь широкое видение, чтобы построить свой бизнес и уметь нанять квалифицированных сотрудников. Какие программы есть на сегодняшний день? У вас есть все ступени – бакалавру, магистры и MBA, да, и основное, насколько я понимаю, у вас идет на управление, как MBA – управление бизнесом, менеджмент и спортивное образование, спорт… спортивное управление. Для меня это очень новая ниша, пока ничего не понимаю. Может быть, в двух словах скажете, у самых популярных программах. Очень популярных. Ну, смотрите, я немножко здесь подкорректирую, да, чтобы быть прозрачно. Конечно. У нас бакалавр, да, программа бакалавра, магистратуры, а также iMBA, то есть не классический MBA, да, когда необходимо определенный опыт работы, да, управленческий для того, чтобы поступить на программу MBA. Это MBA, который… это такой апгрейд можно делать, когда человек начинает учиться в магистратуре, он может сделать апгрейд или сразу прийти на MBA, да, то есть не обязательно этот вот опыт, да, там от 5 до 10 лет управленческий, то есть студенты от магистра приходят к MBA. Ну, то есть там, естественно, дополнительный ряд воркшопов и уроков, да, которые предлагаются, да, студентам MBA, которые будут комплиментировать их тоже навыки, да, как вы говорите сейчас. Вот. По поводу самых популярных. Ну, смотрите, у нас бизнес-школа, да, очень важно понимать, в чем разница, да, то есть у нас все, что касается кода, да, и программирования, таких программ у нас нету. Сразу скажу, чего нету, да. Да, да, остальное все есть. Да, 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 потому что, ну, знаете, просто есть также студенты, которые там интересуются, а вот я программист, а если у вас программа по программированию. Тут очень важно, на самом деле, на этапе, вот когда человек только обращается, да, правильно его проконсультировать. А правильная консультация – это не просто рассказать, как у нас все хорошо, а услышать самого человека, да. Выявить потребность, да. Потому что, когда программист обращается в бизнес-школу и хочет продолжить на программировании учиться, ну, я говорю, подождите, подождите, я понимаю, что у вас уже есть навыки, да, программирования, то есть вы знаете несколько coding languages, да, я полагаю. И сейчас вы, наверное, хотите, возможно, да, узнать бизнес-торону, да, как делается бизнес, как, ну, и так далее. То есть, да, да, да. Ну, то есть вот таких кейсов тоже много. Вот что касается наших, да, программ. Да, популярный, конечно же, все, что касается маркетинга, сейчас очень популярно, да, у нас есть две программы, ну, Masters in Digital Marketing, также Marketing Communication. Разница в том, что магистратура по цифровому маркетингу, здесь именно специалистов по цифровому маркетингу готовят, которые будут именно все аспекты стратегии, все аспекты вот цифровой маркетинговой стратегии, каналов, изучать во время разных курсов. Что касается Marketing Communication, здесь более такой broad. Здесь специалисты, которые, например, они пришли обычно там из project management, или даже из каких-то executive level, да, то есть они, может быть, были sales, да, то есть были даже... Управленцы. Да, 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 управленцы. И они приходят в Marketing Communication, потому что, да, они понимают маркетинг сейчас в стране, без маркетинга, ну, все должны в той или иной степени понимать основы маркетинга, да. Конечно. Да, и поэтому... Но в то же время они не хотят быть специалистами по маркетингу, поэтому они не выбирают цифровой, да, маркетинг, они выбирают Marketing Communication. Это вот такие, наверное, две программы, которые, ну, вот они всегда у нас там такой high demand, да, иногда даже приходится делить на две группы, да, потому что у нас всегда группы небольшие, мы стараемся, вот, чтобы такая вот была камерная атмосфера, да, в классе. А сколько это небольшие группы, примерно, человек? До 25 человек на удерживании, да, да. Вот, может быть, позже расскажу, больше, более подробно. Что еще? Также, конечно же, вот все, что касается предпринимательства и ведения бизнеса, да, то есть у нас есть магистратура по бизнес-менеджменту, и программа, на которой, кстати, я училась также, я училась в USA, она называется Digital Masters in Digital Entrepreneurship, и сейчас она меняется немножечко, она называется теперь Masters in Innovation and Entrepreneurship, то есть инновации предпринимательства. Вот, и, конечно же, Барселона, да, у нас кампус в Барселоне, Барселона один из крупнейших таких стартап-хабов сейчас в Европе, знаете, очень много, и плюс поддержка от государства, помимо частных инвесторов, поддержки от государства, в частности, Каталонии, да, финансируется много стартапов, и вот главное, чтобы были идеи инновационные, да, и как бы средства можно найти, поэтому это популярно, за этим сюда много приезжает иностранцев, как раз-таки, да, в Барселону, и у нас эта программа тоже есть. Вот иностранцы, из каких стран к вам в основном приезжают? А, вообще, это всюду. В приоритете нет никого? Ну, может быть, не знаю, французы, немцы, итальянцы, русскоязычные. В приоритете с нашей стороны, нет, мы всем рады, да, но, конечно, что касается, может быть, заявок, ну, где у нас больше всего сейчас населения на земле, наверное, оттуда, да, больше заявок идет. С Китая? Из Индии много идет. Из Индии, да, да, Индии. Вот молодцы, как растут, ребята, большой пример для всех нас, как нужно и важно учиться, когда буквально за пару лет интенсивного обучения, работы над собой, страна меняет полностью облик, и весь мир ее воспринимает иначе. Еще пару лет Индию воспринимали, как страну третьего мира, а сейчас, ой, Индия, у меня первая ассоциация идет уже не чай, а программисты. А раньше у всех шел чай. Да, нет, они молодцы, конечно же, я наблюдаю, как они учатся у нас, да, и они всегда, они такие, им не нужно объяснять, зачем вам нужно здесь учиться, как учиться, они уже все знают. То есть в этом плане они уже дисциплинированные, да, и они приезжают уже вот конкретно, мы хотим вот эти знания, мы знаем, когда мы их хотим применить и где мы хотим вообще работать. Да, и как мы видим уже нашу карьерную, нашу карьеру, да, но возвращаясь к вопросу, да, кто у нас учатся, у нас учатся американцы, хороший процент американцев, например, да, ну где-то вот 60 на 40, да, у нас где-то 40 процентов европейцы, 60 процентов не европейцы, да, если европейцы, это вот Германия, Нидерланды, Франция, Италия в основном, да, если это не европейцы, это Америка, Индия, есть Пакистан, Бразилия, Чили, Колумбия, есть также африканские страны, Нигерия, нас марокканцы также, да, марокканцы тоже есть, Нигерия, Ганна, Южная Африка. Да, супер, Юля, по поводу языка обучения, понятно, это английский язык, и 100 процентов английский, испанского там нет, да, и какие требования, когда студент обращается к вам, вы как-то проверяете этот уровень языка, как определяете, может он учиться или нет? Ну, давайте вкратце расскажу процесс приема, да, да, происходит, ну, во-первых, у нас на сайте, да, есть аппликейшн-форма, да, которую мне нужно наполнить, подкрепить весь пакет документов, сейчас не буду перечислять его, это можно будет через вас узнать, да, также далее с ним связывается, первый контакт идет, у нас есть такой International Student Advisor, да, то есть первый контакт обычно, ну, просто узнать, да, ответить на общие вопросы первые, да, и также, может быть, немного рассказать про школу, да, и определиться с программой, да, может быть, есть вопросы по программе, какую выбрать, вот, следующий этап, соответственно, вот весь пакет оставшийся, он подгружается, и человек выходит уже на интервью, да, с представителем приемной комиссии, и во время интервью оно длится где-то в течение получаса, да, во-первых, во время первого контакта уже понятен примерно уровень английского, да, то есть тут Advisor, он уже оставит комментарий для того человека, который будет интервьюровать, да, что, ну, вот такой-то уровень английского примерно, да, то есть хорошо, плохо, там это чувствуется, это всегда чувствуется. Конечно. Вот, ну, во время интервью, конечно же, задаются вопросы определенные, да, ответ на которые подразумевает достаточно такую развернутость, да, и знание определенного языка. В качестве документа о подтверждении, да, языка, ну, понятно, у нас есть TOEFL, IELTS, да, который можно предоставить. У нас от 6,5 баллов, если мы говорим про IELTS, 6,5, да, но также, в частности, допустим, да, вот студенты из России, которые, да, подаются, в России сейчас нет IELTS, его невозможно сдать, ни IELTS, ни TOEFL. В этом случае можно сдать, у нас экзамен Кембриджа, вот, мы, как бы, с ними сотрудничаем в этом вопросе, вот, и через нас можно будет его сдать, и таким образом тоже подтвердить язык. Супер. Это прямо на территории вашей школы, или вы направляете куда-то? Онлайн. Онлайн, чудесно. Да, там, по-моему, 20 евро это стоит, он просто оплатит и покажет нам подтверждение, что вот уровень, да, ну, если мы говорим по уровням, да, то это по B1. Начиная от B1 уже можно учиться, B2 это, конечно же, идеально, но B1 мы тоже готовы рассмотреть, B1 тоже бывает разным. Конечно. Бизнес-школа, бизнес-лексика определенная, если мы чувствуем уже вот даже вот на этом этапе, что хорошо, там, прошел тест, все, мы говорим, ну, немножечко, как будто бы, не хватает, у нас также есть English Preparation Course, да, то есть можно еще один месяц он длится, в школе самой он находится, то есть можно приехать перед учебой вот этот месяц пройти так же. Супер. Хорошо. К процессу приема возвращаемся. Проверили английский, это первое, ну, сначала интервью, проверили английский, что дальше происходит, какие документы нужно предоставлять. Я пока, хотя теперь очень хочу поучиться в бизнес-школе, но всегда ставлю себя на место человека, который вообще ничего не знает, чтобы создать вот такую картину. На что рассчитывать, сколько времени эта процедура длится, приема, ожидания, ответа, когда происходит оплата. Вы, как бывшая студентка, точно знаете все вопросы, которые у вас возникали, какие вы хотели бы услышать когда-то в Ютьюбе, чтобы понять, как это все происходит. Да, ну, где-то, наверное, в течение месяца можно вообще весь процесс, да, вот от и до пройти. Зависит, опять же, от загрузки. Я всегда рекомендую, конечно же, заранее начинать процесс. Мы рекомендуем там за три месяца уже иметь визу на руках студенческую, да, то есть начинать процесс там за, скажем так, за 6-5 месяцев, 5-6 месяцев, вот именно, да, поступление. Если сейчас, допустим, на следующий интейк начинается в октябре, то сейчас прекрасное время начать процесс. Это вот из рекомендаций. Вот, по факту, можно все быстрее сделать, да, то есть, ну, зависит, опять же, от загрузки. Теперь, значит, смотрите, на момент, когда вы проходите интервью, это подразумевается, что вы уже подгрузили все документы, да, документы, в том числе ваше мотивационное письмо. Экзамена вступительных у нас нет пока. Возможно, будем вводить, но пока нет, да, то есть у нас есть стандартный пакет документов, английский язык, а также мотивационное письмо. И в этом мотивационном письме в зависимости от программы мы просим обозначить некоторые моменты, да, ну, то есть мотивацию писать. И означает, что на момент интервью вот менеджер, да, прямо на комиссию, он уже ознакомился с вашим письмом, он уже понимает вашу мотивацию, и во время интервью вы уже как бы себя показываете, да, и подтверждаете ваше, ваше желание, да, учиться. Конечно, есть процент студентов, которые не проходят интервью, вот, ну, вы знаете, здесь, наверное, как такие вот базовые вещи, как, не знаю, подготовиться к интервью, да, выйти там с камерой, знаете, сейчас в связи с тем, что вот сейчас все в зуме, да, бывает, люди даже вот камеру не включают, привыкли как-то камеру не включать, да, вот такие вот случаи бывают. Хорошо, тогда, получается, прошли интервью, все документы подали, в течение месяца максимум можно все подготовить. Единственное уточнение, по бизнес-образованию сейчас дают визы из других стран или только просят бакалавриат, то есть если это бакалавра будет с официальным титулом, то, ну, понятно, должны, наверное, дать. А если это будет и МБИ, какая-то программа повышения квалификации, не знаете, как обстоит дело сейчас? Да, конечно, дают. Визы имеете, бестуденческие. Да, да, потому что прошел такой слух, что теперь не дают визы тем, кто едет в языковые школы для подготовки к поступлению в университет. И в связи с этим нам начали поступать вопросы, что касается других видов образования, получения образования. Ну, не коснулось, нехорошо. Я это слышала и раньше, то есть еще, не знаю, лет пять назад, да, то есть когда именно запрашивают визу, да, в стране резиденция учебную, даже курсы испанского, я знаю, что многим отказывали раньше даже. Ну, какой-то процент, да, плюс-минус был, но сейчас, говорят, вот те, кто подготовка, вообще сразу выходит отказ. Поэтому если с бизнес-образованием все хорошо, это замечательно. У нас нет подготовки, у нас сразу учеба, да, то есть даже если там месячный курс английского, это все равно котируется как, ну, то есть мы его не прописываем, мы даем, здесь человек уже поступил на учебу, да, это как рекомендация просто, когда он приедет, так же английский суд подтянуть, его сам подтянуть со своим преподавателем, да, но будет рекомендация подтянуть. Вот, но в остальном, да, он уже прошел интервью, он, соответственно, получил ответ, да, что он поступает, вот. После этого происходит, необходимо будет внести так называемую матрикулу, enrollment, да, payment, то есть это 2 тысячи евро сейчас это составляет, если мы говорим про магистратуру, да, вот пример по магистратуре просто, да, 2 тысячи, и то есть как только мы получаем платеж, мы отправляем в эту страну уже письмо, оригинал о зачислении, да, о том, что вот такой-то студент, он зачислен, и этот документ нужен для того, чтобы он подавался на студенческую визу, да, ну, вместе с другим уже пакетом документов, которые там требуются, да, вот в их консульстве, да, вот, а что касается, наверное, по оплате, так как плавно переходим по оплате, происходит, вот, смотрите, студенты могут оплатить либо 100% сразу, да, за программу, и в этом случае там будет скидка, если мы говорим про магистратуру, там скидка 800 евро, если они 100% сразу оплачивают, либо они также могут разделить свой платеж, в общем-то, первый платеж, это, как я уже сейчас сказала, enrollment fee, да, 2000, и остаток платежа, остаток это получается, ну, вот остаток делится пополам, то есть необходимости перед первым семестром, перед стартом первого семестра, и второй платеж перед стартом второго семестра. Ну, довольно удобно, да, потому что образование, средняя понимает, что каждый курс может отличаться в цене, но вот если взять среднюю цифру за магистратуру и за АМБ, да, как правильно говорить, сориентируйте, пожалуйста, обо ценам. Нет, никакой средней, у нас одна цена. А, одна. В основном, да, сейчас скажу. Магистратура, да, программа магистратуры стоит 10,5 тысяч за год, а альтернатив 14,5, да. Это очень хорошая цена для Барселоны. Да, я знаю. Для Европы вообще молчу, это супер цена, а для Барселоны это очень хорошая цена, потому что действительно мы начали, я сейчас сестре выбирала образование, ей через два с половиной года поступать, и просто как человек залезла во все эти программы и посмотрела, что ого-го-го-го-го, есть и 40 тысяч, есть и больше, и это очень существенные суммы. И когда, и после всего, что я изучила, смотрю, 10,5, да, вообще хорошо, потому что это может казаться дорого, если вы еще не анализировали рынок. Как только вы проанализируете программы, вы вернетесь к этому видео и скажете, где там мы говорили 10,5, давайте мне. Потому что действительно это очень конкурентная, очень конкурентная цена. И с таким уровнем образования тоже изучила. Отзывы посмотрела на форумах, что пишут люди, и действительно вижу только положительные отклики. Это не может не радовать такой находки. Хорошо, тогда оплачивать за две части, что, в принципе, мне кажется, очень удобно. По поводу графика обучения, так как это приезжают уже взрослые люди, важный и частый вопрос, есть ли вечерний график обучения? Как вы уже сказали, можно работать в группах, то есть не нужно 4 часа в день сидеть на занятиях, как в языковых школах. Сколько часов, в принципе, обязательное очное присутствие, и какую часть можно с однокрупниками проводить онлайн или как-то другая форма? Смотрите, когда мы говорим про магистратуру и MBA, они все у нас вечерними, потому что большая часть студентов, которые учатся в магистратуре, они также работают. Это очень удобно совмещать с работой. У нас два семестра, осенний и весенний. Каждый семестр делится на две части. То есть есть первый блок и второй блок обучения. В первом блоке обучения он длится 2 месяца, ну, каждый блок по 2 месяца примерно, длится 7 недель. Каждый, значит, в первом блоке у нас 3 предмета, то есть 3 раза в неделю обучения с 6 вечера до 9. С 6 до 9 вечера. Отлично. Второй блок, вторая часть семестра, там 2 предмета, и это уже 2 раза в неделю. С 6 до 9. Мечта. Наших студентов такой график. Я знаю. Я сама прошла через этот график. Это просто супер. Потому что до того, как я пошла учиться в магистратуру, у меня были свои опасения, что я никак не могла... Я оттягивала момент обучения, потому что, ну как я... Я же не смогу и учиться, и работать. Да, вот какие-то вот такие вот у меня были стереотипы в голове, что мне нужно будет каждый день ходить на учебу, как же я буду работать. Но нет, я просто ознакомилась, да, вот со всем этим графиком, поняла, что супер вообще. Остальное время, конечно же, естественно, нужно делать там домашнюю работу. Так как каждый урок, каждый курс – это работа в группах, да, то есть есть свои команды, с которой... Ну, вы также выбираете время там по вечерам или там на выходных, когда вы встречаетесь и работаете над проектом, да. То есть все взрослые люди, естественно, понимают, да. А есть ли библиотека или какое-то место, где можно встречаться с однокрупниками, чтобы обсуждать учебные вопросы, дополнительную информацию где-то получить? Смотрите, у нас библиотеки, как называемая, на кампусе, ее нету. У нас есть доступ к электронной библиотеке, там просто огромная кладезь, там и тезис работы в разных, да, разных, да, с разных школ, с разных университетов, книги, research papers, да, то есть там очень много case studies. Это можно все в бесплатном доступе для студентов. Когда мы говорим про наш кампус, он достаточно, ну, небольшой кампус, но у нас есть прекрасный сад, который я вас приглашаю, я надеюсь, что скоро приедем. Да, вот, ну, я думаю, что уже видели фотографии, в которые студенты любят приходить, конечно же, там, перед уроками, например, да, встречаться и обсуждать проекты, ну, либо в течение недели, то есть это можно, все открыто, конечно же, дверь открыта для наших студентов. Просто момент с тем, что вот такой прям аудитории с библиотекой одной большой нет, у нас большой сад, в котором все прекрасно сидят, особенно вот сейчас, вот май месяц, да, очень хороший. Ну, в Испании, да, зимы нет, особенно в Барселоне, мне кажется, холодный. Юлия, а есть ли какой-то куратор? Ну, то есть, так как очных уроков с преподавателем не так много, а есть ли возникает в процессе обучения какие-то вопросы? Можно ли написать, не знаю, email, какая-то, может быть, внутренняя есть система, где можно обращаться к преподавателю, попросить совет, задать интересующий вопрос? То есть, какая-то обратная связь в течение этого времени, пока ты работаешь в группах либо самостоятельно? Конечно, обязательно. Ну, у нас есть, во-первых, со стороны школы, academic coordinator, да, то есть у нас есть единая платформа, LMS, да, в которой, в общем-то, все есть студенты, есть преподаватели, да, к которым можно написать, оттуда же они берут доступ к библиотеке, там же они берут презентации и так далее, да, то есть все материалы учебные находятся там. Вот. Там же могут коммуницировать, да, как со школой, так и с преподавателем. Естественно, они могут писать и academic coordinator, да, по любым вопросам. То есть, например, не знаю, там, моя группа, там, мне тяжело как-то с моей группой. Можете ли мне помочь как-то, может, в другой группе, да, присоединиться? Ну, например. Да. Или я, у меня очень много работы, я вот на этой неделе, к сожалению, мне нужно, ну, так получается, я не смогу быть на уроках, да, очень. Можно ли мне как-то вот зачесть? По таким вопросам тоже можно обратиться, да? А по вопросам образования? Ну, например, там, я не могу написать свод, анализ по моей компании, мне нужен ваш совет. Да, а это уже преподаватели, да? У меня, соответственно, вот такие сложности возникают или челленджи, да, вот, уточнить, или, может быть, что-то они не до конца поняли, хотят уточнить. Конечно же, они могут, ну, помимо нашей платформы, все наши профессоры, они, во-первых, они работающие профессионалы, у них либо свои бизнесы, либо они работают в крупных компаниях, и они всегда оставляют свой LinkedIn, да? Соответственно, студенты всегда коннектуются в LinkedIn с преподавателями, они могут им там напрямую писать. Вот, то есть, вообще наши профессоры, они очень открытые, они вот на первом же предмете уроке вам скажут, что вот мои контакты, вот мой имейл, может быть, даже кто-то готов дать свой номер, да, WhatsApp, вот, и, конечно же, вот на время вот этого вот курса будет профессор в доступе, да, и готов поддерживать студента. Да, но также вот еще третий человек, кто есть, да, это thesis tutor, да, то есть, когда студент пишет уже финальную свою работу, да, он на дне работает, в течение полугода он на дне работает, то также есть у него отдельный tutor, который его ведет также, да, то есть он, как правило, допустим, готовит план, да, или там industrial study какой-то делать в какой-то компании, и, соответственно, он обращается к тютеру, встречается с ним, ну, онлайн, да, обычно сейчас все быстрее, всем, вот, и, да, он его поддерживает, конечно, конечно. Илья, какие формы оценки используются, чтобы измерить успех, прогресс студента? Это идет контрольная, это раз в семестр оценки, или вообще нет оценок, только дипломная? Как оценивается прогресс студента? Да, значит, в течение курса, то есть вот у нас в рамках, вот этот один курс, да, длится семь недель, да, в течение семи недель, они, первое, они работают над индивидуальным ассайментом, да, то есть у них есть какая-то индивидуальная работа, второе, они в группе работают, да, они делятся по командам, и когда мы говорим про групповую работу, это составляется, ну, как бы, репорт, групп репорт, то есть это Word документ, да, в котором они прям вот, ну, не над проектом, они всю работу по проекту пишут там, сдают, и третье, это презентация финальная, то есть у нас нет как-то таких экзаменов, да, у нас тут вот групповые проекты и их защита в конце курса. Зачет, не зачет? Да, зачет, не зачет, ну, как, там у нас международная система именно оценочная от 1 до 100 процентов. Ага, процентная. Да, да, 100-бальной шкале, соответственно, мы даем, как бы, вот весь список, где можно прочитать, какая оценка, какой процент, что значит, да, да, но до 50 процентов, если, да, то это, значит, человек не прошел, все, что выше 50 процентов, он проходит, да, дальше. Вот, и тут уже, то есть, конечно же, профессор, он уже напишет, какая у него оценка, да, какой процент, и напишет, напишет, почему вот такая вот оценка. А в финальном документе, это диплом об окончании, то есть на дипломе, там же, скорее всего, ничего не указано, просто диплом о завершении обучения, а какой-то вкладыш, дополнение есть к тому, где указано, как ты закончил этот год, ну, какая-то финальная выписка, как в университете нам давали по каждому предмету, столько-то баллов, то же самое, да? Приложение, это так называемый Academic Transcripts называется, и там по каждому предмету будет написано среднее, ну, то есть, я уже сейчас говорила, из чего складывается, то есть у нас финальная работа, групповой проект, да, презентация и отчет, и вот из этого среднее берется, да, потому что, может быть, индивидуально вам дали, не знаю, 70 процентов, за групповую вам дали 90, и вот среднее из этого берется, да, и вот в Academic Transcripts будет указано. Поняла. Есть ли возможность стажироваться, практиковаться? Помогает ли бизнес-школа в этом? Да, обязательно. У нас есть Career Service, есть Career Advisor, да, также, помимо этого, у нас мы проводим тренинги по, так называемой CV Clinics, называется, по тому, как правильно составить резюме, и это делается под чутким руководством нашего директора Карлоты, и она как раз-таки помогает со всеми вопросами правильно создать резюме, и также проводит коучинг-сессию, по тому, как вот, да, проходить интервью и так далее. Вот. Я уже сейчас не говорю про другие активности, которые мы организовываем, как походы в компании, но это позже расскажу, да, там тоже нам уже непосредственно сами HR-ы дают тоже рекомендации некоторые, по каким критериям они принимают соискатели. Также два раза в год у нас проводится так называемый career fair, да, то есть ярмарки-вакансии. Последняя была у нас, то есть это у нас обычно происходит где-то после начала осеннего семестра и после начала весеннего семестра, где-то вот в конце октября и обычно вот в конце апреля-мая. Вот. И сейчас была 5 мая, полторы недели назад у нас была ярмарка. Мы прямо нас в саду организовываем, приглашаем компаний, которые ищут стажеров. И в этот раз было, по-моему, 13 компаний, и вообще очень всем понравилось. Мы ведем также как это record, да, о том, кто, куда у нас пошел дальше. Ну и смотрим, да, то есть какие успехи у наших студентов, чтобы потом также фильтровать, с какими компаниями мы продолжаем дальше сотрудничать, с какими нет. Ну, допустим, да, если кто-то там, не знаю, кому-то не понравилось, потому что тут эволюцион двухсторонний идет, да, как с нашей стороны, с трехсторонней. Со стороны компании, со стороны нас, со стороны студентов. Таким образом, фильтр, да, вот такой вот идет, и мы можем понимать, с кем мы хотим дальше работать, с кем нет. Ну и помимо, у нас есть также careers portal в LinkedIn, и там мы постоянно выкладываем доступные именно программы стажировки. Да. Ну, тут уже как бы, дальше уже от студента зависит возможность. Информация есть, как он уже дальше будет себя выстраивать, подготовит правильный резюме, придет в костюме, не в костюме, на эллиурманных джинсах и так далее. Это уже от него зависит. Ну. А как вы сотрудничаете с бизнес-сообществом? Упомянули о том, что вы ходите на, как это правильно называется, бизнес-висит, да, вот когда вы посещаете какие-то компании, и студенты могут заглянуть вовнутрь, как происходит вся работа. Какие компании самые интересные могли бы отметить? В Барселоне или, может быть, в другие города ездите? Ой, вы знаете, про это я могу долго говорить, вы меня остановите, ладно, потому что непосредственно этой частью занимаюсь я. Я ответственна за academic partnerships, да, а также и за innovation у нас. Я, кстати, вот с чем я занимаюсь, да, именно в SA. Вот все, что касается партнерства с компаниями, во-первых, я уже, когда пришла, у нас уже большая полкомпании, с которыми мы в разное время сотрудничали, либо продолжаем, либо нет, вот, но очень много всего. То есть первое, да, все, что касается гостевых спикеров, да, то есть я приглашаю на наши курсы, на наши уроки, да, различных профессионалов с ратной индустрией, в зависимости от курса, да, чтобы это было релевантно, вот, они приходят и дают свою гостевую лекцию, да, в течение там урока, да, и, конечно же, с ними можно также познакомиться, с ними можно законнектиться в LinkedIn, ну, и так далее, уже как бы работать с этим контактом, да, то есть такая есть возможность. Другой момент, также мы в школе используем project-based learning. Слышали про такое, наверное, нет? Project-based learning. То есть я уже говорила не раз о том, что мы работаем по командам, да, над проектами. Ага, да, но в школах тоже так сейчас в Испании, ну, давно уже, в принципе, в школе образование тоже так построено. У меня даже сестра 16 лет, у них все по проектам идет. Технология, предприниматель, все, вот проект, проект. У меня такого не было, например, да, когда мы... У меня тоже не было, да, сейчас у них так, даже вот просто вообще образовательная школа, у них тоже проектная работа идет. Да, ну, соответственно, в рамках этой проектной работы мы стараемся пригласить именно компании, и чтобы они делились своими реальными кейсами, над которыми студенты будут работать. То есть, да, с одной стороны, у тебя может быть какой-то свой проект, да, или у тебя какая-то идея, и зависит также от предмета, да, но есть такие предметы, где, ну, прям очень здорово заходит реальный кейс. И, соответственно, здесь уже я являюсь этим мостиком и координатором между вот компаниями, выявляя их challenges, их потребности, да, если у них есть какие-то и которые они считают, что наши студенты могли бы с ними помочь. Вот, и с другой стороны, с профессором также я координирую, то есть, что он хочет, какие у него идеи и мысли, да, на выходе, что он хочет донести студентам. И так это вот, в общем-то, объединяю, объединяю профессора с представителем компании, это могут быть и директоры, ну, смотря, да, что за предмет. И эти представители компании, они приходят прямо на урок, они рассказывают про свою компанию, рассказывают про свои challenges, да, и студенты в дальнейшем, они в течение 7 недель, они работают над тем, чтобы, там, разработать маркетинговую стратегию, например, ну, самое такое, да, для компании. И в конце они также приходят на защиту, да, и задают вопросы, и что еще, да, может произойти, эти представители компании также могут предложить работу, либо стажировку, лучшим студентам, да, если проект супер, и они прямо его одобряют, они готовы его использовать, вы понимаете, это и студентам портфолио, да, конечно, можно даже уже в резюме себе это добавить, вот, взять, может, какую-то рекомендацию, да, попросить LinkedIn написать, ну, и, естественно, получить работу, да, если даже не сейчас, то они, вот, у них есть вот в прямом доступе вот эти представители компании, да, это вот вообще очень, ну, я считаю, что это очень классная возможность. Очень классная, да, а студенты могут, ну, вдруг у кого-то из студентов есть свой бизнес, он может предлагать как для проекта тему своего бизнеса, ну, не знаю, вот у него там бизнес в Казахстане или в Штатах, и он хочет перевести, к примеру, в Европу, и он говорит, вот моя идея, давайте как проект я предложу ее для проекта, можно. Обязательно, это тоже много происходит такого, да? Да, супер. А, ну, как команда, да, если собираются там команда, давайте вот над моим проектом, ну, давай, да, вот, но также есть выбор того, чтобы вот был реальный кейс, да, также, допустим, сейчас у нас магистратура по Tourism and Hospitality Management, вот просто вот прямо сейчас, они работают с Хилтоном, да, то есть они ходили прямо в Хилтон на втором уроке, там их встретили, показали, рассказали, и прямо там они в конференц-зале остались проводить урок. Супер. Ой, все, не хочу работать, хочу учиться. Вот. Как это интересно. Да, и последнее, вот вы говорили про визиты, да, то, что мы организовываем, тоже я их организовываю. Компания визит, вспомнила, вот. компания визит, компания визит, стилд визит, да, то есть, вот с начала этого года я провела три таких визита, весьма известные и крупные компании, N26, я думаю, вы знаете такое. да, Потом мы ходили в Трэглберг. О, это мои любимые, вообще, я знаю лично одного из первых сотрудников, мы вместе на конференции в Бельгии были. Да, ну, она говорит по-английски, по-русски, не говорит, у нее тогда украли телефон, кстати, я ей помогала решить задачку. Хорошая очень была девушка, она была по развитию кросс-маркетинга, да, это была по маркетингу конференция, очень классная. Она меня влюбила в свой проект, как важно, когда сотрудники, кстати, вовлечены, и они с таким энтузиазмом рассказывают о своей работе, что я вот тогда еще, это было много лет назад, это было лет, не знаю, шесть точно назад, они только, они еще в то время были как стартап, и она мне с таким увлечением рассказывала, что я влюбилась просто в этот проект, когда я сейчас вижу в новостях, что это испанский единорог, у меня искренне радость, думаю, как классно, и что я вот этих ребят видела прямо на, еще на самом старте, супер, да, я бы тоже хотела сходить, и классно, что у вас есть туда доступ прямой. Я вам сказала, что у нас три компании, которые широко известны, и вот так, о, и вот этих, и вот этих, да, 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 вот, Travelberg, у нас там учится, работает наш выпускник, я вот как раз-таки через него организовала, да, вот я говорю, давай, вот ты нам покажешь, расскажешь, и это также мотивирующе для наших студентов сейчас, да, что вот он показал свой путь от SA до Travelberg, да, и сейчас он там работает, старший менеджер по работе с партнерами, именно, да, тут работает, да, и вот мы ходили на прошлой неделе, мы ходили в SEMrush. О, но SEMrush, я думаю, вообще все знают, это же просто инструмент, мне кажется, number one в каждом отделе маркетинга, но я думаю, что нет такого, друзья, если вдруг вы не знаете, покажите, это я в комментариях, мне кажется, таких людей нет. Да, ну вы знаете, кстати, я скажу, что когда я приехала сюда учиться, и мы работали над проектами, использовали тоже разные инструменты, мои одногруппники в основном использовали SimilarWeb, вот такой. Ну, использовать могут разные, но они однозначно знают, что такое SEMrush. Да, не знали, да? Да, и знаете, я поняла, почему, то есть, допустим, SEMrush в Барселоне, они офис только в прошлом году открыли. Ну, это же онлайн, такое присутствие глобально. Мне кажется, как ты начинаешь, когда искать сервисы для аналитики, для вот этих все оптимизации всего, у тебя просто в каждой статье он выйдет где-то. Да, ну вот где-то больше предпочтений, в каких-то странах видите, что-то больше, там, другие какие-то инструменты, да, но в США, понятно, это SEMrush, например, да, Tesla в клиентах и так далее. Вот, да, мы сходили туда, и нам организовали тоже такой воркшоп, HR-команда нам, нас очень классно встретили, студенты просто, ну, они в восторге, конечно, да, то есть, естественно, можно с ними там заобщаться дальше уже, законнектиться в LinkedIn, и, соответственно, напрямую идти уже к HR-у и подаваться, да, на данный момент. LinkedIn вообще такой инструмент, я не знаю, как в других странах, но вот ребята, которые приезжают из Украины, из других стран СНГ, они говорят, что в их странах LinkedIn, если это не программисты, программистов понятно, то есть это другие профессии, они говорят, у нас так LinkedIn не работал, как здесь, а здесь LinkedIn для любой профессии, в принципе, то, что касается хоть как-то бизнеса, мне кажется, LinkedIn, это просто инструмент номер один, где можно найти работу, стажировку, стажировку пройти, поэтому вот прям рекомендую с первых дней, как правильно, вот сказала Юля, что самое классное, что вы можете получить во время обучения, это, к примеру, подтверждение ваших навыков, да, когда какой-то профессор подтвердит, что у вас есть, например, навык в составлении, там, бизнес-стратегии, когда вот там уже эти кнопочки, да, подтвердить, это супер, когда у вас, вы еще студент, а у вас уже подтверждение навыков есть от каких-то известных людей, ваш LinkedIn, это ваше бизнес-лицо, так сказать, ваш пропуск для поиска любой работы, для карьеры, для бизнес-партнерств, в общем, прям рекомендую. Во время CVClinics мы также разбираем LinkedIn и как его профессионально оформить, мы помогаем также студентам, потому что, как вы говорите, да, в Украине, также в России у нас тоже LinkedIn широко не использовался, более того, он был запрещен, ну, то есть сейчас, понятно, тоже, найти приложение, не загрузить, но и в других странах это тоже происходит, поэтому вот у нас студенты, многие также приезжают, они знают, как правильно с ним работать, как его оформить правильно, вот, и мы помогаем тоже с этим. Супер, ну, все, вы тут уже полностью экипированные бизнес-бойцы, готовые достигать новых высот, это очень важно, мне тема образования особенно близка, я не знаю, мне кажется, образование может изменить твою жизнь, неважно, в какой вы семье родились, в какой стране, в каких условиях, многие люди, мне кажется, начинают с нуля, и, кстати, читала какую-то статистику, что 99% современных миллионеров сделали сами себя, что никто из них не был, там, из богатой семьи, им деньги не перешли по наследству и так далее, они все начинали с нуля, без денег, просто сами получая образование, постоянно накапливая какие-то навыки, и когда я беру на интервью людей, которые смогли чего-то добиться, я сама вдохновляюсь, и мне хочется вдохновить вот этими успехами наших зрителей. Юлия, спасибо за ваши ответы, друзья, я напомню, что мы, компания How to Spay, являемся официальным представителем бизнес-школы ESA, и с нами вы можете подобрать программу, мы вас проконсультируем, все расскажем, и кроме этого, как всегда, для наших клиентов есть приятный бонус, о котором мы вам расскажем при личном общении. Да, я еще раз поблагодарю вас, Виктория, спасибо всем, кто прослушал до конца до этого момента, надеюсь, все тоже увидели вас в стенах нашей школы, и такое небольшое, может, тоже напутствие, да, что образование, оно, ну, так сказать, является таким фундаментом, да, которые, знаете, когда у вас нет образования, все-таки, вот эти вот знания, которые, знаете, они на практике приобретаются, это тоже все хорошо, но вместе с образованием вы приобретаете не только знания, это что важно, но это определенные навыки, работа в команде, да, умение учиться, а также перестройка на язык, да, то есть вот язык английский, вы, когда учитесь, вы учитесь в межкультурной такой вот среде, вы подхватываете разные, как-то вот акценты английского, да, будем так называть, да, и также вы, когда работаете, представляете, вот вы в команде, у вас пять человек, у вас представители Африки, США, Индии, Европы, очень разный подход к ведению дела, да, и когда вы выпуститесь, чем вы не занимались в жизни в дальнейшем, да, все равно это будет что-то в бизнесе, вам это поможет, потому что это вот поможет лавировать так же, да, и выстраивать такие вот правильные и прочные связи, да, связи по всему миру, такой нетворкинг идет шикарный просто, у вас будут связи в Севизе, в Штатах, в Нигерии, где угодно потом, да, и вы будете понимать этих людей, да, а не так, что сторониться того, что непонятно, а вы будете стараться пытаться понять и будете понимать, ну и помимо всего, конечно же, вы получаете такой нетворкинг, да, у нас, я еще не все рассказала, времени нет, да, у нас много мероприятий проходит, мы приглашаем таких профессионалов, и все возможности мы тебе даем, и когда вы приходите, вы учитесь у преподавателей, у которых свои бизнесы, вы понимаете, то есть вы можете напрямую с ними общаться, можете прям к ним, а, у меня вот есть такие вот идеи, что вы думаете, то есть вот они, они все перед вами, ну и, конечно же, поддержка коллектива Эссе тоже вам в помощь. Закончив про удачу, как раз вы сейчас говорили, и я вспомнила слова, часто мне говорят, ну или в принципе слышу, тебе повезло или кому-то повезло, мне кажется, удача это тот момент, когда ваши уже имеющиеся навыки, ваши способности встречаются со случаем, а случаи вокруг нас каждый день есть миллионы возможностей, и каждый день вы просто их не видите, потому что либо мышление пока узкое, либо нет определенных навыков. И вот когда ты уже обрел навыки, способности, и потом ты встречаешь, ну, к примеру, там директора какой-то большой компании, случайно за чашечкой кофе или в спортзале, или где-то, и ты уже готов к этому случаю, вот оно и случается, слово повезло, когда у тебя удача нашла. На самом деле удача это просто момент, когда вы готовы к определенным возможностям, только так удача находит людей. Я считаю, или мне кажется, я думаю, что ваши ученики очень удачливые люди, потому что они уже готовы к любой встрече, как только появится интересная для них возможность, они ее возьмут, их заметят, и сложится вот этот пазл. Да, слушайте, мне очень нравится, что вы говорите, опять повторюсь, я все не могу. Главное, когда вы приходите учиться, быть открытыми к знаниям, к возможностям, вообще, то есть, видеть все на 360 градусов вокруг себя. Если вы закрыты, то вы не получите ни знаний, ни всех тех возможностей, плюсов, которые мы предлагаем. Поэтому будьте открытыми к знаниям, и знаете, тот момент, когда вы говорите себе, а я уже все знаю, вы знаете, что это значит. Да, вы начинаете деградировать в этот момент, потому что нет предела совершенствования. Я знаю только то, что я ничего не знаю, как говорил великий Сократ, и я думаю, что нужно придерживаться этой мысли, только так мы можем расти и развиваться. Юля, благодарю вас за время. Друзья, вы подпишитесь обязательно. Следующее видео у нас уже будет со школы, где мы посмотрим во всей красе кампус, Барселону, возьмем интервью у сотрудников, у Юлии лично, пару отзывов наверняка. В общем, уверена, будет интересно. До скорой связи. Редактор субтитров А.Семкин